Новые силы МЧС отправляются в Крым, где проблемы с энергоснабжением сохраняются после того, как украинские националисты подорвали линии электропередачи. На полуостров едут дополнительные ремонтные бригады. Дизель-генераторы разной мощности, от мобильных до промышленных, везут со всей России. Фактически Крым уже сейчас больше чем наполовину обеспечен энергией. На линиях, идущих не через Украину, объем поставок удвоен до 600 мегаватт в сутки. Ситуация на полуострове обсуждалась сегодня на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Выражаясь правым языком, то, что было сделано, это диверсия, то есть уничтожение промышленных объектов, преследующих практически террористические цели. Те, кто сделал это, оставили без тепла и света жителей Крыма и подвергли опасности жизни и здоровья многих людей, в том числе социальные объекты. Наша задача главная, оперативно вернуть тепло и свет людям. Был принят целый ряд решений. Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания, на дизель-генераторные установки. В регион направлена дополнительная партия мобильных генераторов малой мощности. Сформированы резервы топлива. До 7 декабря в Крыму в полном объеме начнется отопительный сезон. Уже сейчас теплосети готовят к запуску.